Привет, друзья! Сегодня у нас первое разговорное интервью с искусственным интеллектом о криптовалюте. Сегодня мы будем обсуждать Solano, Notcoin, Tone, экосистему. Я буду задавать вопросы через чат GPT Zero. Это новое обновление, которое вышло две недели назад. И это уникальное что-то, потому что это личный ассистент, который умеет мыслить, умеет делиться информацией. Поэтому мы сегодня будем работать в формате вопрос-ответ. Здесь у меня находится на телефоне искусственный интеллект, который уже слушает нашу беседу, и мы готовы начать. Приветствую тебя, мой друг! Как твои дела? Привет, Денис! Рад быть здесь и готов к нашему разговору. У меня всё отлично. Спасибо. Давай начнём наше интервью. Какие вопросы у тебя есть о Solano, Notcoin и Tone, экосистеме? В первую очередь я бы с тобой хотел поговорить о такой монете, как Notcoin. Какие ты видишь на данный момент перспективы? Чем она тебя интересует? И что здесь такого уникального, чего нет в других криптовалютных проектах? Notcoin интересен тем, что он активно развивается в сфере децентрализованных финансов. DeFi и предлагает уникальные интеграции с другими блокчейн-платформами. А это создаёт возможности для более гибкого и масштабируемого использования. Перспективы Notcoin выглядят позитивно, учитывая его технологические инновации и потенциал для привлечения новых пользователей и разработчиков. Уникальные черты Notcoin включают ADIAN – высокая масштабируемость, возможность обрабатывать большое количество транзакций в секунду, что важно для DeFi-приложений. Два – интеграция с другими блокчейнами, позволяет пользователям легко взаимодействовать с различными платформами. Три – активное сообщество и поддержка разработчиков. Это всегда важно для долгосрочного успеха любого криптопроекта. Конечно, как и у любой криптовалюты, есть риски, связанные с техническими проблемами и регуляторными изменениями. Но в целом Notcoin представляет собой перспективный проект с хорошими возможностями для роста. Что ты думаешь, Денис? Мне нравится Notcoin, и я считаю то, что если он приблизится к капитализации, как Shiba Inu или Dogecoin, то у него крутое соотношение риска к прибыли. Соответственно, если поиграться с money management, то можно хорошо заработать. Ты согласен с этим? Что касается Notcoin, ты прав. Перспективы действительно могут быть огромными, особенно если он достигнет капитализации таких популярных мемкоинов, как Shiba Inu. Соотношение риска к прибыли выглядит привлекательно, особенно если разумно распределить инвестиции, например, выделив 1-2% от общего депозита. А такой подход позволяет минимизировать риски и потенциально извлечь выгоду из роста Notcoin. А что ты думаешь по поводу Тон-экосистемы, которая сейчас развивается, где разработчики внедряют свои игры, приложения? Это поможет развитию Тон-коину? Ну и как ты считаешь соотношение риска к прибыли? Что лучше, Notcoin или же Тон или же Солана? Экосистема Тон, которая активно развивается с внедрением игр и приложений, действительно может значительно способствовать росту Тон-ом Коина. А поддержка разработчиков и увеличение числа пользователей создают позитивное влияние на его стоимость и принятие на рынке. Сравнивая Notcoin, Тон и Солана по соотношению риска к прибыли, можно выделить следующие моменты. Ада, Солана, она уже доказала свою жизнеспособность и имеет стабильную инфраструктуру. Риски ниже, но и потенциал прибыли может быть более умеренным по сравнению с новыми проектами. 2. Тон. Активное развитие экосистемы и поддержка разработчиков дают хорошие перспективы для роста. Риски выше, чем у Солана, но потенциал прибыли также велик благодаря возможному широкому принятию. 3. Нот Коин. Высокий потенциал роста, особенно если учесть возможности роста дегитализации до уровня мемкоинов. Однако, как и с любыми новыми проектами, риски значительные, и это следует учитывать при инвестировании. Таким образом, для диверсифицированного подхода можно рассмотреть распределение инвестиций между этими тремя монетами в зависимости от личного уровня терпимости к рискам и целей. 3. Мне бы было интересно, если все-таки выбирать между Солана и Тон Коином по соотношению риска к прибыли и насколько можно увеличить свой депозит, то какую бы ты монету все-таки предпочел? Какую бы ты в первую очередь добавил в свой инвестиционный портфель? Выбирая между Солана и Тон по соотношению риска и прибыли, я бы рассмотрел следующие моменты. 1. Солана – это более устоявшийся проект с доказанной технологией и уже существующей инфраструктурой. Риски здесь ниже, но и потенциал роста может быть более стабильным и предсказуемым. Если ты ищешь более безопасную инвестицию с хорошими перспективами, Солана будет отличным выбором. 2. Это проект с большим потенциалом роста благодаря активному развитию экосистемы и внедрению новых приложений и игр. А риски здесь выше, так как проект еще находится в стадии активного развития и принятия. Однако, если экосистема продолжит развиваться и привлекать пользователей, потенциальная прибыль может быть значительно выше. Если говорить о добавлении в инвестиционный портфель, я бы в первую очередь выбрал Солана из-за ее стабильности и уже доказанных успехов. Затем я бы рассмотрел добавление тонн для диверсификации и увеличения потенциальной прибыли, учитывая при этом повышенные риски. А, ну ты же понимаешь то, что Солана не может дать большие иксы, а тонн-коин может дать. И у Соланы были проблемы с загруженностью, то зачем ее вообще добавлять в инвестиционный портфель, если у нее были проблемы? Эти проблемы могут же повториться? Да, ты прав. Солана действительно сталкивалась с проблемами перегрузки сети, что может вызывать опасения. Однако Солана активно работает над улучшением своей инфраструктуры и решением этих проблем, что делает ее более надежной с течением времени. Тем не менее, если рассматривать возможность больших иксов и учитывать перспективы, которые предлагает экосистема тонн, то тонн действительно может стать более привлекательной для инвесторов, ищущих высокую прибыль. Важно учитывать, что при более высоком потенциале прибыли также возрастает и уровень риска. В данном случае, если цель – максимизировать потенциал прибыли, и ты готов принять более высокие риски, то тонн может быть более предпочтительным выбором для добавления в инвестиционный портфель. Это будет зависеть от твоей личной стратегии и терпимости к рискам. Отлично на самом-то деле. Я бы в первую очередь все-таки добавил, наверное, тонн коин, потому что я вижу то, что может быть масштабированность этого проекта при помощи того, что разработчики заходят на эту платформу, придумывают множество игр, и это качает экосистему тонн. Это действительно веские аргументы в пользу тонн. Активное участие разработчиков и расширение экосистемы с играми и приложениями создают сильные перспективы для роста. Поддержка со стороны Telegram и интеграция блокчейна тонн в популярный мессенджер также добавляют проекту надежности и увеличивают его шансы на успех. Если эти факторы продолжают развиваться, то тонн может стать отличной инвестицией с высокими потенциалами прибыли. Я хотел бы задать тебе такой еще коварный вопрос. Если бы у тебя была возможность купить криптовалюту из топ-100, market cap, то какую бы ты криптовалюту выбрал и почему? И какие перспективы ты видишь в этой криптовалюте? Если бы у меня была возможность выбрать еще одну монету из топ-100, я бы выбрал Chainlink. Chainlink обладает следующими перспективами. Одна – оракулы. Chainlink предоставляет децентрализованные оракулы, которые обеспечивают безопасное соединение смарт-контрактов с внешними данными. Это решает одну из ключевых проблем блокчейнов, делая их функциональность более широкой. Два – партнерства. Chainlink уже имеет множество партнерств с крупными проектами и компаниями, что укрепляет его позиции на рынке. Три – экосистема. Постоянно расширяющаяся экосистема, включающая в себя интеграции с DeFi, страховыми проектами и другими важными сегментами рынка блокчейнов. Четыре – перспективы роста. С ростом числа смарт-контрактов и децентрализованных приложений спрос на надежные оракулы будет только увеличиваться, чтобы создать хорошие перспективы для роста Chainlink. Таким образом, Chainlink имеет большие перспективы благодаря своей уникальной технологии и уже существующим партнерствам. Следующий вопрос о криптовалюте. Как ты считаешь, есть ли развитие игр на блокчейне? И как ты видишь этот тренд в будущем? Сейчас множество игр, как Hamster Combat, как Blur, также вот недавно сделали, также вот недавно был дроп монеты Node. Какое будущее нас ожидает, по твоим данным? Да, я вижу значительное будущее в играх на блокчейне. Этот сектор быстро растет и предлагает уникальные возможности как для игроков, так и для инвесторов. Вот несколько причин, почему инвестиции в блокчейн-игры могут быть перспективными. Инновации и технологии. Блокчейн-игры внедряют передовые технологии, которые могут привлечь новых пользователей и разработчиков, создавая экосистему, способную к росту. Партнерство и интеграции. Многие блокчейн-игровые проекты уже сотрудничают с крупными компаниями и платформами, что помогает им расти и развиваться. Однако, как и с любыми инвестициями, важно учитывать риски. Блокчейн-игры — это относительно новая область, и некоторые проекты могут не оправдать ожиданий. Проведение тщательного анализа и изучение команд разработчиков, дорожных карт и технологий — ключевые шаги для принятия обоснованных инвестиционных решений. Если ты интересуешься конкретными проектами, я могу помочь с анализом или предоставить дополнительную информацию. Многие подписчики мои думают, что игры — это пирамида. То есть, они имеют пирамидальную тэкономику. Как ты считаешь, есть ли всё-таки тэкономика какого-то проекта, у которого не пирамидальная система именно в играх? Понимание опасений подписчиков о пирамидальной структуре некоторых блокчейн-игр важно. Действительно, некоторые проекты, моменты пирамидальной схемы, особенно если их модель дохода основана на привлечении новых участников для выплаты вознаграждений существующим игрокам. Тем не менее, есть блокчейн-игры с более устойчивыми экономическими моделями. Вот несколько примеров таких проектов. Один — X-Infinity. Имеет хорошо проработанную экономику, основанную на создании, разведении и продаже эксис, а не только на привлечении новых игроков. Недавно введенные меры по стабилизации экономики, такие как изменение наград за выполнение задач и участие в битвах, помогают создать более устойчивую модель. Мой подписчик интересуется, можно ли покупать биткоин на отметке 70 тысяч долларов, если до этого он еще не покупал биткоин в свой портфель. И давай так, ты расскажи, исходя из своего анализа, а не из анализа в интернете от каких-то инфлюенсеров или же управляющих капиталом. Биткоин рассматривается многими как цифровое золото с потенциалом роста в долгосрочной перспективе. Если инвестировать с долгосрочным горизонтом, то даже высокая текущая цена может оправдаться ростом в будущем. Три. Диверсификация и управление рисками. Если биткоин еще не включен в портфель, его добавление может улучшить диверсификацию. Однако важно не вкладывать все средства в одну криптовалюту. Важно учитывать этот аспект при оценке его долгосрочного потенциала. В итоге покупка биткоина на отметке 70 тысяч долларов может быть оправданной для долгосрочных инвесторов, готовых к волатильности и имеющих хорошо диверсифицированные портфель. Однако важно делать это осознанно, понимая все риски и преимущества, а не руководствуясь только текущими рыночными эмоциями. Круто. Как ты оцениваешь текущую роль регуляторов в мире криптовалют и их влияние на рынок? Я понимаю их беспокойство, понимаю то, что многие криптовалюты используются для отмывания, и поэтому сложно регуляторам быстро принять решение относительно криптовалют. В каком направлении ты видишь развитие криптовалютной индустрии в ближайшие пять лет? Очень сложный вопрос. Все всегда меняется, поэтому нужно делать диверсификацию. Отличный ответ. Диверсификация действительно важна в условиях нестабильности и изменений. Спасибо за интересную беседу. А если бы я был бы новичком, у меня было бы, к примеру, сто долларов. И, допустим, я даю тебе эти сто долларов. Я твои руки, я покупаю и продаю криптовалюту. Твоя задача выбрать несколько криптовалют, а я их куплю. Давай так, эти криптовалюты будут рейтингом от сотого места до двухсотого места. Какие криптовалюты ты купишь и почему? Конечно, вот несколько криптовалют из рейтинга от 100 до двухсторий места, которые я бы рекомендовал. Адан, Harmony, 30%. Причины. Harmony – это быстрая и масштабируемая платформа для децентрализованных приложений. Она предлагает низкие комиссии и высокую производительность, что делает ее перспективной для будущего роста. Два. Holo – 20%. Причины. Holochain предлагает уникальный подход к децентрализованным приложениям и имеет потенциал для создания масштабируемых и энергоэффективных решений. Три. VeChain – 20%. Причины. VeChain фокусируется на использовании блокчейна в сфере управления цепочками поставок, что делает его привлекательным для крупных корпоративных клиентов. For Odious – процент. Причины. Odious – децентрализованная платформа для потоковой передачи мучей музыки, которая предоставляет музыкантам большую свободу и контроль над своим контентом. V. Seller Network. 15%. Причины. Причины. Seller Network предлагает решение для масштабирования второго уровня, что может значительно улучшить производительность и уменьшить затраты на транзакции для блокчейн-приложений. Это распределение поможет создать диверсифицированный портфель с потенциалом роста, учитывая текущие перспективы и инновации этих проектов. Спасибо большое за такое увлекательное интервью. Ты нам очень помог разобраться в перспективных проектах. Давай, если мы наберем 10 тысяч лайков, то мы запишем второе интервью, которое соберем с вопросов от подписчиков, которые оставят свои комментарии прямо под видео. Поэтому, ребята, давайте постараемся и запишем еще одно видео. Всем пока. Спасибо большое за просмотр. До скорой встречи.